Добрый день, дорогие друзья! Последние пару недель нас захлестнул вал новостей про Венесуэлу. Президент этой страны, Мадуро, он вообще сказочный персонаж. То ему является покойный Угачавес в виде белой птицы в знак одобрения проводимой им политики. То Мадуро опровергает законы физики, разгоняя инфляцию, ну, просто до сверхсветовых скоростей. То создает альтернативный парламент. Ну, тогда, когда ему не удалось протащить своих людей в парламент нормальный. Случай Венесуэлы, он, безусловно, поучительный. Коррумпированные автократы, они вообще делают все для сохранения личной власти. И в результате превращают достаточно зажиточную, обеспеченную природными ресурсами страну в территорию голода и разрухи. Поэтому неудивительно, что даже терпеливый венесуэльский народ не выдержал. Если ваша зарплата равняется стоимости десятка яиц, то вы поневоле начинаете интересоваться политикой. Спикер парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом до проведения новых выборов. Ну, поскольку предыдущие Мадуро сфальсифицировал. Южноафриканские страны, а также США, Европа, признали спикера парламента легитимным временным президентом. Ну, а как же отреагировали наши российские власти? Ну, как обычно. Приняли в гостях брата автократа. МИД России разразился заявлением в духе «ТАСС уполномочен заявить», где назвал народные волнения в Венесуэле бесцеремонными действиями Вашингтона. Ну, действительно, не от голода же и безнадеги люди выходят на улицы, а только по сигналу из Вашингтона. И, кстати, раз уже заговорили про МИД и его заявления, иногда возникает впечатление, что у МИДа с языка срывается то, что в трезвом уме должно находиться на языке у политиков. В том же заявлении говорится, только венесуэльцы имеют право определять свое будущее. Понятно, что хотели сказать. Но получилась неожиданная искренность. Ведь, действительно, россиянам давно уже не дают права определять свое будущее. Российские власти не ограничились словесной интервенцией. В Венесуэлу слетали наши стратегические бомбардировщики. Хотя я не очень понимаю смысл этого жеста. Обычно бомбардировщики летают туда, где надо бомбить. А вроде бомбить Венесуэлу мы пока не собираемся. Или собираемся. По некоторой информации, для охраны Мадуро в Венесуэлу отправился отряд Пригожинской ЧВК. Ну а российские транспортные самолеты уже принимали участие в перевозке на продажу золотого запаса Венесуэла. И это не говоря о продовольственной и финансовой помощи. Финансовую помощь Венесуэле обсудили сегодня в Москве президенты двух стран Владимир Путин и Николас Мадуро. Возникает вопрос. А почему Путина так беспокоит Венесуэла? Что, говоря словами классика, ищет он в стране далекой и что, или точнее кого кинул он в краю родном? Ну, кинул он действительно не что, а кого? Пенсионеров, предпринимателей, самозанятых во всех и всех остальных, кто сейчас страдает от повышения налогов и кому сокращаются выплаты. А ищет Путин, как всегда, деньги. Те деньги, что он и его дружок Сечин сейчас закопали в далекой Венесуэле. Российские вложения в Венесуэлу за последние годы составили целых 17 миллиардов долларов. Это практически триллион рублей. Вот 800 миллиардов рублей – это годовая цена пенсионной реформы. Отправленные Путиным и Сечиным венесуэльскому диктатору деньги позволили бы целых полтора года не повышать пенсионный возраст для миллионов пенсионеров. Или на эти деньги можно было бы утроить государственные расходы на здравоохранение? Ну, нет. Мадуро эти деньги, конечно, нужнее, чем пенсионерам и российским больным. Зачем же Кремль так отчаянно поддерживает коррумпированного автократа в далекой от нас стране? Понятно, что есть некоторая идеологическая близость по духу. Так сказать, сукин сын, но наш сукин сын. Дело не в этом. Дело в антиамериканизме Мадуро. Кремлевская внешнеполитическая доктрина строится на создании проблем для США. Вот мы создадим Америке проблему, а потом будем торговаться за ее решение. И так все поймут, насколько мы велики. Так это, видимо, представляется Путину. На практике, конечно, все по-другому. Путин пытается создать Америке проблему, а у него не получается. Что-то идет не так. Он получает санкции. Эти санкции, они очень болезненные для путинского окружения. Они ведь не могут ездить в свои дворцы в Европе, летать на своих самолетах на теплое море и навещать детей и семьи в Англии. И вот Путин пытается создать Америке проблему, чтобы поторговаться за снятие санкций, наложенных на него за предыдущую попытку создать Америке проблему. Замкнутый круг. Никакой государственной логики, кроме как показать Америке фигу, во вложениях в Венесуэлу нет. Поэтому, конечно, нам с вами эти 17 миллиардов долларов назад не видать никогда. И, в общем-то, без разницы, останется ли у власти Мадуро или его сменит Гуайдо. Но если денег все равно не вернуть, зачем же так держаться за явно не имеющего никакого будущего Мадуро? Думаю, объяснение простое. Путину и Сечину очень не хочется, чтобы новое правительство провело ревизию средств, которые российский бюджет и Роснефть выделяли в Венесуэле. Ведь в таком случае, скорее всего, выяснится, что не только триллион с хвостиком российских бюджетных рублей спущен в унитаз, но и то, что значительная часть этого триллиона осела на каких-нибудь панамских офшорах Ралдугина или на счетах какого-то из других людей, работающих кошельками для Сечина или даже самого Путина. Мне кажется, что мы с вами, как граждане России, заслуживаем лучшей внешней политики, чем вот это. Впрочем, и внутренней политики тоже. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok